Как в фотошопе выбрать правильный размер изображения? Вариант 1. Вы можете выбрать вашу фотографию, к примеру, или изображение, выбрать инструмент «Рамка». Этот инструмент позволяет нам обрезать изображение нужной нам пропорцией. Вот здесь вот сверху у вас есть соотношение, вы можете сразу вырезать квадрат, 4 к 5 и так далее, 16 на 9. Вот, соответственно, вот так можно поменять пропорцию, то есть это либо горизонтально, либо вертикально. Подобрать тот размер, который вам нужен, покрутить внутри, и когда вы понимаете, что вас все устраивает, нажать либо «Enter», либо вот эту сверху галочку, и получить изображение нужной вам пропорции. Еще один вариант, который можно сделать, это сразу создать документ, который будет обладать теми параметрами, которые вам нужен. Например, вам нужен размер в пикселах по ширине стандартной 900 на 1600. Высота. Задаете сразу, какое у вас должно быть разрешение и какая цветовая модель создаете. После этого мы берем с вами фотографию, которая нам нужна, и перекидываем в этот документ. Окей. Двойной клик, убираем выделение, перекидываем. Вот мы его получили. Видите, оно достаточно маленькое. Это говорит о том, что та область, которую я создала, меньше. Теперь «Ctrl-T» и делаем расширение. Расширяете настолько, насколько нужно. Но имейте в виду, что при увеличении размера у нас с вами пропадет и качество изображения. Можете его подстроить, как вам нужно, добавить сюда текст, написание. Но у вас уже четко ваш документ того размера, который вы задали, и можно его сохранять. Например, когда вы работаете с маркетплейсами, либо с социальными сетями, там есть определенный размер холста, и удобнее сразу создать документ нужного размера и в него подкидывать фотографии, и их сохранять. Тогда они всегда будут правильные. Здесь достаточно большое разрешение. 300 точек. Можно задать, например, 72. Это достаточно для большинства сайтов. Используйте один или второй метод, какой вам более удобен в вашей ситуации.